12 августа военно-воздушные силы России отметят большой праздник, свой столетний юбилей. В преддверии этой даты мы в нашей программе не раз расскажем вам о самой современной авиационной технике. И, конечно, покажем её, но откроет цикл наших репортажей самолёт заслуженный, самолёт ветеран. Легендарный турбовинтовой стратегический бомбардировщик. Ракета-носец, какой красавец, а. Самый быстрый винтовой самолёт Ту-95. Его ещё называют «медведь». Своё прозвище стратегический ракетоносец Ту-95 получил благодаря уникальным турбовинтовым двигателям, самым мощным в мире. Звук, создаваемый винтами, напоминает рёв медведя, когда он по весне встаёт из берлоги. «Эй, хочу мёду, мёду хочу». Пятиметровые винты, их на каждом двигателе по два – штучный продукт. Все накладки, обогреваемые элементы, всё делается вручную. Создавали «Медведи» ещё в 50-х. О скрытности тогда не думали, куда важнее была дальность полёта. Она у самолёта исключительная – больше 15 тысяч километров. Без дозаправки может летать 14 часов, а с учётом выполнения дозаправки, крайние полёты составляли 42 часа. Это рекордные полёты, выполнялись экипажами на Дальнем Востоке. При этом Ту-95 может взять на борт до 25 тонн вооружения, в том числе 16 крылатых ракет. В полёте за них отвечает один из восьми членов экипажа – штурман. Чтобы подняться в кабину, нужно вскарабкаться по приставному трапу. По сути, задача экипажа – доставить к месту работы штурмана. Он сидит здесь, вот в этом кресле. А это тот самый щиток управления вооружением. Во времена Холодной войны эскадрильи «Медведей» базировались на авиабазах соцлагеря по всему миру – от Кубы до Вьетнама. В 90-х самолёты вернулись домой. Впрочем, на аэродроме экипажи не засиживаются. Регулярно совершают дальние перелёты для так называемого «стратегического сдерживания». Полёт делится от слёз, сбор моего порядка. Далее встреча в нейтральных водах с танкерами, приём топлива. Далее полёт вдоль границ запредельных государств. Идут практически в каждом вылете перехваты истребители противника. Ту-95 крайне неприхотлив. Опытный экипаж может везти его в любое время суток, в самых сложных метеоусловиях, практически при нулевой видимости. Поэтому даже в эпоху сверхзвуковых скоростей «Старый добрый медведь» остаётся основным самолётом отечественной стратегической авиации. И списывать со счетов его пока никто не собирается. Дмитрий Кузьмин, Константин Стручков, Первый канал, Саратовская область.